В областном центре, прямо возле Белгородского лесничества, на Чемичево, 88, Еловая база. Там можно приобрести привычные всем срубленные сосны, а можно тренд сезона в горшках. Здесь две разновидности ели и крымская сосна, высотой от 40 сантиметров. Их вырастили из шишек, собранных в лесах Белгородской области. Специалисты это делают вручную. Местное всё, не закупаем, а личный сбор шишек, это осенне-зимний период. Это сушка, потом высадка семян происходит в кассеты, в парниках. Произрастает она в течение двух лет. В дальнейшем пересаживается это всё в более большие горшочки. Крепнут ёлочки и сосны в местных питомниках. Именно эти из Прохоровского и из Дальней Ягуминки. Более 300 выставлено на продажу или в аренду. Ещё около полутысячи сосен и 200 ели могут довести по мере необходимости. Пока они ждут в особых условиях, где за ними ухаживают. Полив, подкормка обязательно нужно. Ну и как бы обработка от болезней, от всего. Это обязательная процедура. Опыт прошлого года показал. Белгородцам понравилась идея украсить дом ёлочкой, а потом высадить её на своём приусадебном участке. Тем более, что этот посадочный материал местный, адаптированный к нашему чернозёму. Плюс эти деревца в горшке минимум два года. А это даёт хорошую приживаемость. Специалисты рекомендуют покупать вот такие вот миниатюрные сосны и ёлочки. Не те, которые высадили буквально за пару недель до Нового года, а которые именно росли в горшках. Их приживаемость гораздо выше. Говорят, около 98%. Но как проверить, что дерево закрыто корневой системой? Самое простое – это попробовать его вытащить. Это будет чрезвычайно сложно, потому что корневая система вросла в горшок. Вот, мы её сейчас видим. Ещё один способ проверить, что дерево чувствует себя хорошо и не болеет – это внимательно осмотреть его внешний вид. Нужно, чтобы ствол и ветви были не сухие, а чтобы могли гнуться, чтобы хуя не осыпалась. Условия хранения у зимних деревьев особенные. Их нельзя держать в тепле дольше 10 дней. Поэтому при покупке лучше искать такие открытые торговые точки. Специалисты предупреждают, что в продаже можно встретить аналогичные деревья в горшках, только не белгородского происхождения. А значит, стоит поинтересоваться, откуда они пожаловали. Екатерина Ковалёва, Дмитрий Коваленко. Программа «Такой день» на Мире Белогорье. Программа «Такой день» на Мире Белогорье.